Здравствуйте! Мы приступаем к изучению графического редактора программы Adobe Photoshop. На данный момент Photoshop является одним из толпов во всём многообразии программ, посвящённых созданию, обработке и редактированию цифровых изображений. Первая версия программы увидела свет ещё в 1988 году и была написана двумя братьями Томасом и Джоном Нолл. С того времени продукт их совместного творения постоянно совершенствовался и к настоящему моменту выпущено уже 11 версий. Мы с вами будем изучать именно одиннадцатую, последнюю версию программы, которая носит название Adobe Photoshop CS4. Для удобства освоения на протяжении всего видеокурса мы будем работать в русскоязычной версии. Прежде всего надо сказать, что Photoshop является редактором растровой графики. Давайте разберёмся, что же это такое. Исторически сложилось, что вся компьютерная графика разделилась на два типа – растровую и векторную. В основе этого подразделения лежит фундаментальный принцип образования изображения. В основе образования растровой картинки лежит точка. Именно из множества маленьких точек, которые принято называть пикселями, состоит любое растровое изображение. Каждому пикселю присвоено своё собственное цифровое значение цвета. Увидеть эти самые пиксели довольно просто. Достаточно сильно увеличить масштаб изображения. Как видите, по мере увеличения становится всё отчётливее видна структура картинки. Всё изображение сложено из небольших квадратных кусочков. Это и есть пиксели. Мы уже упомянули, что каждому из них присвоено своё уникальное значение цвета. Давайте посмотрим, каким образом его можно определить. Для этого воспользуемся инструментом «Пипетка», который служит для определения цвета, и нажмём левые клавиши мышки на любом участке изображения. Выбранный цвет отображается на панели инструментов как основной цвет. Нажав один раз на пиктограмме, появляется цветовая палитра. Цифровое значение выбранного нами цвета отражено в этом окошке и представляет собой сочетание цифр и букв латинского алфавита. Пока открыто окно цветовой палитры, можно продолжать выбирать пипеткой цвета. Как видите, вместе с новым выбранным цветом изменяется и его цифровое значение. На нашем снимке хорошо видно, что даже на более-менее однородных по цвету участках довольно сложно найти два совершенно одинаковых по цвету пикселя. Именно это свойство растровой графики способность образовывать очень плавные цветовые переходы обеспечивает точную передачу окружающей среды посредством, например, фотографий, сделанных цифровым фотоаппаратом. Таким образом, все цифровые фотографии, большая часть картинок, которые вы найдете в интернете или создадите самостоятельно посредством фотошопа, будут относиться к растровой графике. Теперь можно перейти к другому принципу построения изображения, к вектору. Как видно на примере, векторное изображение не отличается фотографическим качеством, а больше похоже на рисованное. Здесь в основе построения изображения лежит графический примитив, линия или вектор. Векторный рисунок формируется не пикселями, как это происходит в растре, а путем математического описания составляющих изображения. В результате этого векторная графика абсолютно невосприимчива к масштабированию и имеет четкие границы объектов. Другими словами, мы можем совершенно без потерь в качестве уменьшать или увеличивать векторное изображение до любых размеров. Давайте я продемонстрирую это на примере. В имеющемся у меня векторном редакторе я увеличиваю физический размер изображения до любых нужных мне размеров. Как видите, ни четкость краев, ни интенсивность заливки не изменились. Также я могу изменить масштаб просмотра и снова никаких изменений в качестве не происходит. Такого растровая графика себе позволить не может и увеличение изображения непременно ведет к потере его качества. Мы с вами видели появление зернистости при увеличении масштаба, когда рассматривали пиксели и определяли их цифровое значение. Еще одним достоинством вектора является размер файла, который в десятки раз меньше, чем у растрового изображения. Однако и у вектора есть свои недостатки. Там довольно сложно добиться плавного перехода цветов, поэтому изображение не обладает фотореалистичностью. Подытожив, скажем, что вектор используется в тех областях графики, где принципиальное значение имеет сохранение ясных и четких контуров, например, в шрифтовых композициях, при создании фирменных знаков, логотипов и т.п. Для работы с векторной графикой также существуют специальные программы, например, CorelDRAW, Adobe Illustrator или Freehand. Однако давайте вернемся к фотошопу и затронем еще один важный компонент, без понимания которого будет невозможно полноценно работать в этой программе. Речь идет о разрешении изображения и о нем мы поговорим в следующем уроке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова